Вопрос, этапы роста и что необходимо знать на каждом из этапов, практикующих Тай Цзуан с позиции даотской алхимии? Ну, здесь первый вопрос, который мы, каждый из себя должны подставить, что мы хотим добиться, когда мы занимаемся Тай Цзуан, что мы каждый для себя придумываем. Это боевое искусство, это эстетика, это спорт, здоровье, оздоровление и т.д. Я обучаю Тай Цзуан с позиции понимания пропорций, так как считается, что это самая пропорциональная практика, которая существует в мире. Ну, по крайней мере, с чем я сталкивался, сталкивался я много с чем. И именно изменение геометрии, то есть приведение тела более совершенной геометрии, а следовательно, накопление больше силы или усилий, которые мы можем породить, является, наверное, тем важнейшим знанием, которое, в общем-то, скрывает Тай Цзуан. И то есть человек, который пишет с позиции даотской алхимии, он, наверное, подразвивает процесс преобразования. Но преобразовывать можно, если мы имеем как минимум два условия. Первое, где преобразовывать, если это сосуд? Значит, следовательно вопрос идет о пропорции, чтобы сформулировать геометрию правильно. Второе, если та сила сознания, кто-то не может в каком-то формате преобразовываться, но если это процесс осознанный, а он должен быть процессом осознанным, то значит мы говорим о сознании, да? Есть ли та сила сознания, которая может что-то преобразовать? В чем здесь ловушка? Ловушка, что человек, если он бессознательно вовлекается в процесс или в процессе теряет осознанность, он начинает придумывать. Придумывать упражнения, придумывать, как он мог делать эту форму, придумывать объяснения и, собственно говоря, увлекая себя в некие отвлеченные процессы, которые он вынужден делать, так как нету реального понимания формы, внутренней формы, геометрии. Вот. И этапы роста исключительно должны исходить, первое, из формирования сознательных усилий. Почему? Потому что тело несовершенно, то есть оно не может правильно двигаться, оно имеет массу проблем внутри, и это не позволяет делать движение правильно. Но, это не значит, что мы не должны делать, но если мы должны делать, значит что мы делаем? Значит мы можем совершенствовать сознание, потому что мы теряем энергию на изучение, мы тратим усилий на изучение формы, но все это делается неправильно. Не может человек делать правильно, пока он не изменит свою геометрию. Ну, как правило, люди приходят заниматься тайдзе уже порушенные силы, то есть у них нет внутренних связи, и он не на что опереться. И сознание еще не центрированное, да? То есть оно гуляет, то есть нет силы сознания, да? Конечно, все это мы должны двигать наше тело, сознание, а не физическое. А мы переходим на какую-то инерционную форму, а инерционная форма это вторая ловушка, когда мы делаем движение какое-то, а оно в общем-то безопорное, просто расслабленное, сто раз расслабленное сделание и вроде чего-то есть. Значит, первое это мозги. Сегодня тайдзе, как ни странно, только для сильных людей. То есть уже вот эти потерянные в пространстве биомассы типа не в состоянии делать. Потому что самообразование человека утопично. Следовательно, если вы приходите, первое дело надо вас выгнать. Вы мешаете, вы позорите тайдзе. Любой уважающий себя тайдзе, если так скажем, его первая задача будет выгнать. Потому что если он породит какую-то биомассу двигающую и все плавно, которая будет говорить, что это тайдзе, он разрушает пространство, идею саму. Значит, сила должна быть. Ясно? То есть как бы коммерчески все не выглядело бы, как бы вам не нужен был вот этот тип, который вам заплатил, в первую очередь вы должны думать отойти. Значит, не готовы, идите и придумывайте себе чего-то. Либо заниматься надо. Да? То есть надо всегда стоять, то есть вы должны понимать палку, которая бьет по вашей башке. Что где я? Где я в каждом движении? Это первый этап. Конечно, он уже соотносится с тем ритмом измененным, который существует. Второе. Опора. Да? То есть мы реально ли в состоянии опираться в движение? Раз мы двигаемся, мы должны опереться. Да? То есть у нас разрушены сухожильные группы, как правило, костная система не позволяет опереться нормально, а мы должны вводить дискретность. Да? То есть мы не должны, да, вот это еще плавно одно переходит в другое, одно должно переключаться в другое. То есть энергия должна дойти и она должна вернуться по сути. Пока энергия не ухватывается или не понимается, должна быть дискретность, а не должна быть вот это вот гоняние одно в другое. Значит, в каждом движении нужно искать опору. Опора физическая – это стопы, внутренняя – это расслабленность живота. Если вы живот не расслабите, и у вас не углубится дыхание. Да? Вы не сможете захватить и сделать более глубоким дыханием. Другими словами, прежде чем говорить о последовательности, нужно понять опору. Да? Вот есть опора. Кому-то понадобится 2 года, кому-то 3, кому-то 10 лет мало, чтобы эту опору найти. Но опору нужно искать. Потому что только когда мы приобретем пропорцию соединений, это следующее – мы можем контролировать циркуляцию, направлять. Да? То есть энергия должна не просто двигаться, она должна быть понимаемой, ухватываемой. Откуда пришла, куда она пришла. То есть сила, она должна двигаться. Пускай она будет не такой мощной, как бы хотелось кому-то, но она должна быть ухватываемой. Если сила ухватываемая, она взращиваемая. То есть ее можно растить. То есть другими словами – опора, пропорция, циркуляция. И затем мы опять возвращаемся к сосредоточению, когда мы получаем энергию в наше сознание и усиливаем концентрацию. Вот. Это, так скажем, последовательность. Она физически ощутимая. Самое главное – не выдумывать, что я там пропорцию чувствую. Пропорция – это реальные связи. Они физически ощущают, да? То есть вы геометрию вы тут держите, да? Такую силу в дальнейшем можете за счет сжатия этой фигуры или расширения этой фигуры создавать. Сознание – это просто сказать. Вот. И враг на самом деле у этой пропорции – форма. Когда мы делаем форму и ожидаем, что форма нас чему-то приведет. Нам нужно наращивать силу в сознании. Пускай это будет медленно, но это реальный поход за силой. Он должен быть. Так что только понимание пропорции и достаточной силы в сознании, если вы сознание не будете развивать, допустим, а кто-то будет вас править и помогать создавать пропорции, вы можете нарастить энергию. Эта энергия парализует даже ваши малые зачатки сознания – это беда. Это беда, в которую попадают многие. Тело работает, пропорции есть, а управления не может быть. То есть вроде вот она, есть сила, все что угодно, а ничего нельзя сделать. Потому что уже сознание не в состоянии оперировать с той энергией, что оно не тренировалось параллельно. Так что следите за этим. То есть испытание силы, оно очень серьезное испытание, когда сознание начинает подчиняться энергии, которую вы уже умеете собирать. То есть другими словами, особенность занятия тазицуань с позиции даосской алхимии, собственно, как оно и начиналось. То есть давайте, в общем-то, откровенно говорить, собственно говоря, тази сегодня – это личное мнение каждого участника. И вы не найдете, мало найдете даже двух продвинутых одинаковых, чтобы они имели одинаковое мнение, отойдите. И задумайтесь, почему вообще такое количество людей делает, все делают по-разному. Ну все по-разному. Вот просто отойдите, почему все делают по-разному. Потому что каждый привносит свою Я. Да, то есть реально вот эту геометрию демонстрируют единицы. Что остальные демонстрируют, я не знаю. Вопрос. Что означает практиковать и как практикуется Ци, Цзэн, Шэн? Ну Ци, Цзэн, Шэн – это три вида энергии, которые внутри еще имеют три вида энергии. Ну формирование Ци – это как раз простройка пропорций. Когда мы пропорцию взяли, мы взяли под контроль Ци. Эту базовую ненужную энергию. Дальше циркуляция начинает. Циркуляция – это уже то, что исходит из преобразования. Когда сливается Ци в разные ручьи, ручейки, создается иное усилие. Это иное усилие создает иное вращение, меняется частота, меняется энергия Цзэн. Энергия Цзэн – это способность энергии кристаллизироваться. Это уже зависит от сознания, от силы. То есть пропорция – это мы уходим от зависимости энергии Ци. Циркуляция энергии – это Цзэн. Контроль циркуляции Цзэн – это переход в энергию Цзэн. И это происходит кристаллизация. Которую мы можем сознанием создать. За годы тренировочных занятий карате и тай цзэ с течень при выполнении базовых техник и технических комплексов форм, появилось чувство внутреннего ощущения живота и тела в движении, что дало возможность понять взаимосвязь физических движений с энергией, уравновесить свое тело в пространстве. В чем заключается дальнейшая работа с энергией на данном этапе – осознание, чтобы увеличить КПД в развитии. Ну, здесь идет речь, собственно говоря, о восстановлении работы меридианов. Энергия начала течь. Если тело более-менее работает правильно, то энергия стекает в живот, и это ощущение в животе. То есть это как бы условие энергодыхания получено, когда человек может уже более глубинно дышать. То есть это, собственно, то, к чему может прийти каждый, занимаясь тайцей, не занимаясь тайцей. Это элементарное раскрытие меридианов. Вопрос здесь заключается не в ощущении тела, а в понимании задачи пропорций. То есть здесь как первый вопрос квадрата. Левое плечо – правое плечо, правое бедро – левое бедро. В состоянии ли вы этот квадрат восстановить? Потом куб. И от него, собственно, растить себя. Что такое тайцзей? Это понятие кристаллической природы и взращивание, как жемчуг взращивается. То есть тайцзей – это, по сути, взращивание жемчуга. Это очень такой интересный процесс, который вы переживаете, чувствуете, и он дает немалую, так скажем, вам чувствованное переживание. Не просто ощущение непонятно откуда взявшееся, куда уходящееся, а исходящее из геометрии. Вы знаете, где это начало и где-то завершение. Поэтому здесь вопрос сознания. Есть ли понимание реально такой геометрии? Есть ли опора? Потому что если у геометрии нет опора, она будет качаться. Не надо развивать ноги, как будто вы готовитесь к землетрясению. Как все ходят тайцзей и им, собственно говоря, как будто под ногами земля горит. Стопа, опоры на стопу нет, используют обувь еще непонятно какую. Там стопы скатываются вправо-влево. То есть по одной стопе, по одной можно сказать, зачем ты вообще это делаешь. Так что здесь нужно как бы разбираться. То есть если бы я видел, как человек делает, я бы сразу указал, на что обратить внимание. Ну, в принципе, сейчас ролик я выложил, где я показал разных мастеров тайцзи, десятого засну, по случайности. И обратил внимание, на что нужно обращать внимание. Просто. А вы обратите внимание, обращают ли они на это внимание. Если это самое, что ни на есть геометрия, если мы понимаем под этим термином следующее. Геометрия в первоначальном значении есть наука о фигурах, взаимовосположении и размерах их частей, а также о преобразовании фигур. И я могу предположить, что нас интересует именно преобразование. Да. Но возникает следующий вопрос. Если отсутствует пропорция в теле, то это приводит к дефекту мозгу. Но если отсутствует пропорция, то как раз отсутствует фигура. А без фигуры, конечно, может быть дефект от рождения еще будет. А дефективный мозг обманывает и себя якобы упражнениями, якобы ощущениями и телом. Но надо изначально признать, что пока мы не создали геометрию, мы только и делаем, что себя обманываем. Просто об этом не надо забывать. Без геометрии нет концентрированности. Поэтому мы придумываем либо левым полушарием что-то, либо стараемся вызвать эмоции правым полушарием. Какие? То есть пока нету пропорций, надо помнить, нет пропорций – нет у вас. Идентифицировать личность невозможно без пропорций. Потому что пропорция – это условие для симметрии. Симметрия – условие для естественности. Естественность – условие для гармонии. Гармония – условие для здравого мозга. Что нужно сначала? Как зацепить дефект? А не надо его зацеплять, он есть. За счет чего он убирается? Если миллионы катают форму тайзы нифига не преобразовывает. Ну я бы не был так категоричен, но согласен. Что должно быть начало? Или иначе какие бездоказательные аксиомы на начальном этапе мы должны принять? Типа аксиомы принадлежностей. Через любые две точки на плоскости можно провести прямую. Притом только одну. Чтобы мы, тупишь я, смогли работать и решать задачи. Так, надо соединить центр живота с центром мозга. Аксиомы. Чтобы от эвклидовой геометрии, пройдя ее, мы смогли бы развиться до геометрии Лобачевского. Какие опоры в начале? Я сказал. Вы знаете, вот такой вопрос есть, и это уже хорошо. Самое главное, не надо пальцем тыкать в кого-то. Это данность. То, что есть, это данность. Она есть для того, чтобы мы улучшали себя, а не для того, чтобы мы критиковали кого-то. Опора, в первую очередь, это условие, когда наш мозг получает достаточной энергии, и мы используем эту энергию на усиление самих себя. Что такое это идея? У себя взращиваем. Что-то там получили, мы направили на преобразование. Что-то получили, направили на преобразование. Проблема, скажем, первого этапа, когда мы все равно зависим от опыта наработанного. Понимаете, что бы я ни сказал, у вас есть наработанный опыт. Вы скажете, вы сейчас услышали, все, надо соединять это А с Б. А вы не сможете это сделать, у вас наработанный опыт в геометрии, в сознании, в чего угодно. Вы ушли, раз, там, вам Вася позвонил, там, ты че, пошли в кино. Какое, какое АБ? Да, то есть, и вот пока вы не наработаете опыт, правильный опыт, вы не измените предыдущий опыт. И по сути, когда занимаетесь вначале ТАЗИ, мы должны изменить предыдущий опыт. Мы должны каждый день работать над своим развитием. А это труд. Это реальный труд. Такой же труд, как мы развивали каждый день свою лень. Только мы не задумывались об этом труде, но он был нами совершен. Или неправильное какое-то действие, да? Да, вещи у нас от того, что у нас опущенные почки, вещи не там, где нужна, сознание сдвинуто. Как мы можем в таком положении начать что-то делать, да? Кризисное положение. Но кризисное положение еще сформированное достаточным временным усилием. И хотите или нет, нужно себя как бы перекатить. Знаете, я всегда в таких случаях говорю, не знаешь, чего делать, делай то, перед чем ты ставишь задачи. Поставь задачу и делай. И не забывай, какие задачи. Если ты живот не научился расслаблять, расслабляй живот. То есть вы должны, занимаясь ТАЗИ, всегда опираться на ту или иную задачу. Надо понимать, эта задача не является совершенной. Совершенным является состояние, когда мы постигли метод. А что такое метод? Когда мы поняли, что такое ТАЗИ как наполнение, когда мы поняли, что такое ТАЗИ как сосредоточение, когда мы поняли, что такое ТАЗИ как пропорция, как мы поняли, что такое ТАЗИ как ось, и Когда вы эти все 5 единомоментно поймете, тогда начинается движение. Пока мы занимаемся наполнением, то есть мы пытаемся подменить вчерашнее пространство, сегодняшнее, чего приходят люди заниматься в тази, они просто подменяют пространство. Они не занимаются в тази, они просто ходят подменивают. Как пришел в кафе, сожрал бублик, или пошел на дискотеку, в театр, идет подмен на пространство, никто не работает. Идут все на концерт, что делают? А, музыка. А что дрыгаться? Кто музыку понимает? Музыка – это число. Музыку надо уметь кушать, вкушать. Кто это умеет делать? И вот там болтается, а в рак не пройдет. А уметь сохранять сосредоточение, сохранять переживание, это и есть тайцзи. Тайцзи Цуань – это искусство сохранения одного, за которым скрывается все. Вот это должно проходить через призму существования, у меня не прийти два раза в неделю покривляться. Взгляд на тайцзи еще достаточно музык. Но какое мышление, такой взгляд. Начиная свои попытки, я попался на крючок приятных ощущений, пробуждающих в теле энергии. Кстати, приятных ощущений можно и в любом другом. Я йогу всегда предлагаю, а не там за три года расслабиться, выпей венца, хорошего. Ты три года мучаешься, а тут за раз. Ощущения такие. Попался на крючок приятных ощущений, пробуждающихся в теле энергии. На уровне ощущений я под этим имею в виду тот факт, что начал обращать внимание на посылаемые равномерные усилия в обе руки и правильность конструкции тела. В общем, стал лучше понимать само усилие, возникающее в результате правильной конструкции тела. Хорошо? Принимается? Я не совсем понял, в чем в этой части вопрос, но с ощущениями надо быть аккуратным. Если вы не понимаете, что, откуда, куда приходит, то лучше не обращать на это внимание. Нужно добиться переживаний. В плане здоровья улучшилось самочувствие, ощущаю цельность ног и нижней части туловища. В результате появляется сила в пояснице, даже проясняется ум, возникает ощущение проживания жизнью в настоящем. Я занимаюсь тазы для саморазвития, развития концентрации, осознанности, чего мне катастрофически не хватает жизни. Да и не только мне. Правильно. Я тоже сам занимаюсь. Тут мы схожи. Если я весь день на ногах стоячий работаю, а потом их нагружаю, еще тазы, и вследствие начались проблемы с ногами, выходит наружу капилляры на ногах и попаливают сами ноги. Что делать? На мой взгляд надо снять нагрузку на ноги на работе. Вы вообще просите. Прав ли я или есть еще какой-то выход? Может это помочь развить самоанализ? Ну в общем-то судя по всему он помог уже развить самоанализ. Но здесь на самом деле скрывается очень такой хитрый вопрос. Это непропорциональное усилие, когда мы делаем движение. Да? То есть мы нагружаем ноги, а тело не нагружает. Да? Нагружать силу не удерживая в пояснице или в спине. И руки не можем нагрузить. То есть они у нас болтаются. То есть силы в руках нет. Да? То есть это надо уметь. То есть очень много нагрузки на ноги идет и создается давление, если энергия еще идет. Это очень важно, очень важно равномерное усилие в ногах, в теле и в руках. Иначе будет береги. Вы говорите, что наиболее сохранились даотские знания в плане практик. Следует ли из этого сделать вывод, что лучше сразу на будущую перспективу заниматься предпочтительно даотскими практиками и перестать делать, например, хатку йогу, так как индийская традиция частично утеряна, а значит не может быть воспринято как целостная система знаний. Вы знаете, сегодня ни йоги нет, ни тайдзи нет, значит ничего нет. Есть люди, которые представляют то или иное знание. Поэтому надо смотреть через призму этих людей, а не обживаться. Ведь знание начинается там, где сформировано сознание. Понимаете, если йог не придя в себя впал в нирвана, то он так и не начал заниматься. Он просто перешел из одного бессознательного состояния в другое. Я это развитием не считаю, но нирвана достигнута. Хорошо? И целостная система знаний, она опирается на определенные физические и геометрические законы. И сознание нужно. Тогда мы можем отошипнуть. Леонардо Давиджи не занимался никакими практиками. А вот откуда вы это знаете? Значит ли это, что можно развиваться и повышать осознанность, изучая, например, естественные науки или обучаясь музыке или военный способ? Вот здесь, знаете, хороший вопрос. Дело-то не в том, что мы обучаемся чему-то, а умеем ли мы обучаться и есть ли у нас то, что мы обучаем. То есть проблема обучаться люди не умеют. Второе, никто не умеет развивать сознание. Это наука о концентрации. Она исходит из умения понимать центрированность сознания. Кто понимает центрированность сознания? Этому никто не обучает. При этом есть люди, которые от природы более центрированы. Они по сути эксплуатируют остальных людей, потому что они более взвешены и более регулируемы по своей физиологии. Так что здесь, конечно, все можно делать, если не центрированное сознание. Я не знаю, я вам могу сказать, для меня это физическое состояние, я его развивал 20 лет. Мне понадобилось, чтобы зацентрировать свое сознание. Конечно, я много делал, не знал, что делал, делал неправильно. То есть сегодня я обучаю людей за 5 лет. То, что я обучался 20 лет. Другое дело, как они обучаются. Но сама проблема существует. И очень серьезно, когда я говорю, что мы в первую очередь развиваем сознание, то это то самое важное, к чему мы должны прийти. Потому что понимаем сознание, мы понимаем ошибку, можем видеть. Понимаете, мало ли там в чем или кто-то что сказал. А когда мы реально можем произвести анализ, то есть правда она тогда, когда есть центрированность. Так что касается Леонардо, для меня, как я часто говорю, если есть Бог на земле для людей, то это Леонардо да Вич. Потому что он первый возвел учение о пропорции на уровне естествознания, естествознания. Но был не понят и даже специально не понят в какой-то степени. И помимо всего прочего он родился как бы сверхсознательной сущностью. Да, то есть человек, так скажем, от природы был наделен очень глубоким переживанием, пониманием. Нельзя вот так сказать, а я могу. Но если вы Леонардо да Вича или близко к ним, можете. Какую роль играют именно практики в развитии человека, почему тяжело прочувствовать, понять именно даосские практики. В отличие от хатка йоги, эффект, который чувствует сразу. Ну мне сложно сказать, почему тяжело прочувствовать. Наверное, потому что пока нечем чувствовать, может быть. И естественно, что, опять же, хатка йога, у каждого свой подход к этой практике. И я бы не стал вот так вот взять и обзывать. Когда есть там за каждым направлением человек, у многих большой опыт, они привносят многое. Тут вопрос обучения, он немаловажный. И вопрос в методе. Если вас обучает искусство обучения и метода, то что-то здесь есть. Если вас обучают техники, то тут может быть не все есть. Искривленность вовнутрь стопы – это конец развития. Особенно, если рассматривать со стороны спорта. При занятии и ходьбе стараюсь ставить стопу относительно центра. Мне 18 лет. Вы знаете, вопрос такой, конечно, развитие не определяется искривленностью ног, оно определяется искривленностью сознания. Но реально мышечная проработка, зачастую неправильная или сухожильная группа, если перетянутая или зажатая, они создают серьезные проблемы. Потом у нас проблемы с костьми, скелет страдает. От того, что вы будете думать, как надо ставить стопу, это еще не значит, что вы будете ставить правильно. Но не контролировать стопу – это, в первую очередь, ментальная ошибка, а не физическая ошибка. Это очень важно – ментальная ошибка. Да, вот сознание потеряло стопу и, в первую очередь, проблема для сознания, а не для тела. Если проблема уже с костью, то, конечно, исправление займет достаточное время. Первое, что здесь нужно делать – это простаивать те или иные положения. То есть каждое положение там сделали, простаивали себя. Сделали там другое положение – простаивали себя. То есть очень важно собирать, потому что если эта проблема вами тем более выявлена, а проблема, наверное, 80, если не 90 процентов людей, то надо начинать ее контролировать. Потому что восстановить кость – это надо сначала дополучить энергию. Невозможно восстановить кость из имеющейся энергии. Нужно взрастить энергию. А, кстати, именно кость устанавливается путем искусства возвратности. Нам нужно научиться энергию переводить в кость. А это не просто научиться, это определенная чистота энергии. Поэтому здесь надо как бы выдерживать принцип соленого огурца – дать возможность энергии пойти. Что в каждом положении, к чему мы должны прийти? Мы должны достигнуть определенной фазы возбуждения. Но не привычной, как людям, а правильной. То есть изменить. Мы должны уметь сканировать себя. И переходя из одной фазы в другую, мы проходим. Вот там кто-то уходит потом в какие-то внешние приложения, там стояние кого-то бросает. Ну это дело и отношение к своей энергии каждый сам решает, как ему поступить. Так что здесь вопрос решаем на восемнадцать лет. Кому? То есть если восемнадцать лет, человек говорит, лет сорок вы становитесь и жизнь начнет. Знаете, я говорю, лучше один раз почувствовать один день своей жизни по-настоящему и забыть про остальные, чем не почувствовать вообще. Традиция тайцы тесно переплетена с сыны, баго. Может быть вы знаете причину? Причина простая. Тайцы – это искусство вырабатывания пропорций, сыны – это искусство вырабатывания сосредоточений, баго – это искусство формирования оси. А кто и как потом это все обзывает и для чего? Это на усмотрение каждого, так скажем. Вы поймите, что знание, техника – это инструмент. И вот это прикрывание традицией, которое в сегодняшнем мире существует, когда ее вообще никто не понимает, а тем более не в состоянии соответствовать, понимаете, это очень опасная красная тряпка. Не надо прикрываться традициями, не надо прикрываться названиями, потому что это может увести к соглашательной позиции или к некому информированию себя, раз я типа при традиции, значит я при понтах. Нет, нет, это ошибка, особенно сегодня. И доказательством этого есть те результаты, которые мир демонстрирует в своем развитии. Во время нанесения удара импульс, то есть энергия, должен исходить из центра ниже пука. Или из центра солнечного сплетения. Или же из других центров. Понимаете, сила, она первичная, это геометрия. Когда вы опираетесь на геометрию, можете сделать движение, не затрагивая никакое физическое усилие. Оно может быть сложнее движение, может быть проще. Понимаете? То есть нужно понимать, что то, что понимают люди под силой, силой не является. Сила, когда у нас энергия может создать усилие без каких-либо дополнительных условий. То есть для этого нужна геометрия какая-то. Вот к вам подошел кто-то, да? То есть вы сидите. Вы его взяли, то есть и сила, где силы для вас нет. У нас здесь закончилось движение, да? Вы его туда перенесли. Это есть сила. То есть где вы не затрагиваете, просто опираетесь на геометрию. Спасибо. А все остальное не есть сила. Сила не должна беспокоить вас. Взяли и выкинули. Это сила. А когда подержите мой пиджак, это не сила. Это эмоция. Да, то есть не надо путать. Мышечная сила – это эмоция. Почему? Она умирает. Вместе с мышцами. Вы все отряхлеете и будете, в лучшем случае, калеками на тело, калеками на мозг. Сила. Вот это важно понять. Сила должна стоять чувствами. Понимаете? То, что вы выкинули, у вас подобного должно быть. Чувства. Выкинули. И все. А когда вы приносите эмоцию, злость, то есть это уже сила, потому что она умирает после того, как вы это совершили. Вас же трясти будет. Да? Вы там может подойти кого-то ударить, он упал. О, я сильный. Пошли домой. А вы померли. А почему померли, не знаете. Может потому, что вы его ударили. Это сила. И сила должна быть осознаваемой. Она должна быть взращиваемой. Сначала мы чувствуем, что мы можем поднять стол, опустить. Потом мы можем поднять еще кого-нибудь. Машину. И так далее. В чем? Где мера? Мера должна быть внутренней, когда вы ощущаете эту силу. И это правда ваша. Не от того, что вы применяете ее, а вы ее ощущаете. Потому что если вы ощущаете, вы можете взращивать. Если вы не знаете, что взращивать, вам нужно обязательно клиент, чтобы силу продемонстрировать. Это смешно. Понимаете? Когда вы меняете частоты, вы можете там на сотню километров проявить силу. И чего? Опять. Где мера? Надо обязательно увидеть, как один бьет в рожу другому. Пригласите боксера, он любого тазиста уложит на второй секунде. Так что удар исходит из геометрии. Геометрия опирается, конечно же, на несколько условий. Первичные условия, да, живот. Но видите, не так просто это с животом. Если бы было просто, то было бы больше практикующих. Дело в том, что почувствовать живот и его открыть – это одно. А вот преобразовать его, изменить – это другое. Знаете, как разница между… Возьмите шар надувной, брось в человека. Возьмите футбольный, брось в человека. Возьмите теннис, брось в человека. Возьмите ядро и брось в человека. Вот так вот и должно быть. Сначала что вы делаете? Вы живот почувствовали? Это шарик надувный. Представьте, что вы бросаете кого-то. Это уже что-то. Затем вы должны шарика сделать футбольный мяч. Баскетбольный. Футбольный, волейбольный, теннисный, пинг-понный, потом медровый. Бах! Но это внутреннее восприятие. Во время исполнения ударов пяти первоэлементов, удар связан с органом, соответствующим этому элементу, означает ли это, что во время удара выброс энергии огня исходит из сердца, а сила воды из почек? Ну и чего? Сказал. Это означает, что подход не верен. Ведь видите ли, обозвать элементом сердца, типа огонь, этого недостаточно. Понимаете, здесь скрывается код. Знаете, вот это примитивное ассоциативное мышление, которое мы сейчас привнесли. Теория пяти элементов, двенадцати каналов еще скажите. Кстати говоря, теория пяти элементов, она не совершенна в китайской медицине, она совершенна в даосской медицине. И сама постановка вопроса не должна так обозначаться. Ведь нам нужен не сколько элемент, а сколько этот элемент вписанный в систему тела. То есть само по себе сердце оно ничто, если оно не вписано в систему тела. Вот здесь вопрос поднимается у целой кровеносной системы. Но опять-таки эта система имеет свои показатели частотные. Кстати говоря, если взять с этой точки зрения, то можно сказать так. нужно бить с частотой 7,4,7,6 Гц. Тогда правильно. Понятно? То есть если выходите от сердца, то частоту включайте 7,4 Гц. 8,4 Гц. Рядом с приборчиком. Вы знаете, конечно все это прикольно и надо по доброму на все это смотреть. Главное не углубиться в этом прикалывании. В алхимии Тай Ци Цуань земля вы сказали, что стиль Ян не подходит для алхимического процесса. Даже мой знакомый бывший каратист в нем видит лишь боевой аспект. Заговоришь про энергию, сразу теряется. Подарел ему Тай Ци Цуань в стиле Суи Джи. Восприятие не изменилось. Почему? И можно ли использовать для алхимического процесса стиль Тай Ци Цуань Ветер Гром? Ветер Гром – хорошее дело. Вы понимаете, в чем дело? Во-первых, я такого не говорил, так было услышано. И не мог сказать. Каратистов знакомых иметь опасно. Они ошибли все, что у них было последнее. Так что аккуратно. А по поводу Ветра Грома я не очень знаком с Ветром Грома. И опять-таки, делать не в названии, какой Тай Цзы кто понимает. Я считаю, что и Чень, Ши, Ян, Ши, Сунь, Ши, Гуши. В общем, любой стиль Тай Цзы – это допридумованная система. И она просто закатана в некую идеологическую модель. Здесь нужно просто понимать анализ. Все эти приколы с Ян Лучаном, что он там подсматривал, что он там принял и что он там сделал и так далее. Не все так просто. Не все так просто. Если уж серьезно смотреть, то нужно попытаться понять, что делал Чен Чжан Фен. То есть когда он создавал геометрию Тай Цзы. Там заложена сама идея. Ну и еще можно многое, наверное, найти в очень сильно книжке, доказывающей нам нечто иное. Поэтому здесь вопрос в реальности. Не какой стиль вы изучаете, а у кого вы обучаетесь. И это очень просто. Потому что ведь задача обучающего – не дать вам уйти не туда, куда надо. А не начать вас всякие формы обучать. Типа когда-то придет. Сколько плоскостей и под каким углом необходимо для смещения частотных диапазонов? Продвинутый. 13. Под углом 45 градусов. На каком уровне измерения формируют законы вращения монады? Их три угла – 30, 45, 60 градусов. Как выглядит в трехмерном пространстве проекция пропорций, контролирующая хотя бы четвертый и пятый уровни? Как это лента? Мебиус? Ну вот лента Мебиуса. Так и выглядит. Дальше. Профессиональный вопрос. Профессиональный ответ. Мне нравятся тайцзы. Но я никак не могу начать его изучать. Потому что они понимают, что я делаю при выполнении формы. Какую цель они преследуют? Пустых пасов руками и ногами уже недостаточно. Хоть есть ощущение динамики движения. Хочется знать, что я делаю, зачем и каким результатом это ведет. Как решить этот вопрос? Однажды один человек мне сказал – делай, со временем поймешь. Но как-то мне не очень такой подход, в нем нет математики. Ну в принципе все так занимаются – делай, когда не поймешь. Когда приходит время понимать – уже нечем. Потому что такое количество раз это сделано, что вымыто имеющееся. Но обо всем этом я и говорю – очень и очень опасно изучать формы. Давайте приходит человек, он нагружен опытом. А ему говорят – а вот ты в расторопках или непонятно как стоишь, и чего. Он что, будет заниматься? Он не будет заниматься. Нужно понимать пять методов обучения. Кто сейчас пять методов обучения включает? Сейчас люди приносят свое тело, едут с ним что хочет. А нужно понимать пять методов обучения – индивидуальное занятие, групповое занятие, семена, мастер-классы, помещение себе в геометрию места. Ну сборы, например. И непонимание этих пяти уровней обучения – тоже проблема. Потому что все смотрят на обучение, как они считают, а не как кто-то считает. Надо обязательно посещать семинар. Это первично. Нельзя вообще в группу пускать человека без семинара. Потому что семинар – это объяснение. Как я вам объясняю. Хотя у нас между семинаром что-то и мастер-класс. Потому что я выцепляю какие-то аспекты в основном. Так что здесь, конечно, это математическая система. И здесь нужно искать пропорцию и не надо ждать. Ну вот, собственно говоря, несколько вопросов, которые я хотел осветить в задачах нашей с вами встречи. Значит, сейчас я хочу еще подвести небольшой итог, связанный с ошибками. То есть мы должны в нашем сознании разделить три группы ошибок. Ментальная ошибка, физическая ошибка и энергетическая ошибка. Вот очень четко надо понимать. Уж самое опасное – это попасть в зависимость ментальной ошибки. Да? То есть проинформировать себя. Ну, например, я расслабляю живот. Зачастую это ментальная ошибка. Потому что в реальности вы не расслабляете живот, но вы проинформировали себя, что вы расслабляете живот. И так во всем. Да? То есть идет информирование, 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 мы привыкли. А почему? Потому что мы живем в пространстве, где все на уровне информирования. На уровне эмоций и реакций. Это не может не отображаться на людях. Почему я говорю, сегодня тайцзи может заниматься только сильный человек. Слабо не может. Вот эти слабо тащиеся и слабо двигающиеся, которые вокруг, вне зависимости от их могучей силы, это не занимающиеся тайцзи. Это рукомахание, кривляние оно не имеет. Тайцзи – это интеллект. Интеллект – это именно центрированный интеллект. Да? Где сила развивается в первую очередь. И очень опасно придумывать себе формулы. Я вообще не понимаю, да? Как можно сравнивать? Лучший Ян или лучший Чей. Все фигня. То есть если башка есть, то ты поймешь, что ты делаешь. А нет башки, так и что? И занимайся чем хочешь. То есть не надо, понимаете? Почему я вот так резко говорю? Потому что я наблюдаю за… то есть я в течение больше тридцати лет наблюдаю, что люди делают с тем, чем они занимаются. Они навязывают в системе свое мышление, которое очень слабое. Понимаете, вместо того, чтобы понимать в чем смысл, да? Мы читаем там спираль, какие-то там изменения, какие-то оси, какой-то пропор. Но это же физическая суть. Ее же нужно понять, эту физическую суть. Ну вот и будете вы еще тут заниматься 10-20 лет. Понимаете, ладно, там люди приходят, они как бы имеют право на ошибки, но 20 лет занимаются люди и они такие же ошибки. Они никуда не уходят. Зачем этим заниматься? Где выработанная энергия, хотя бы, хотя бы надуйтесь. Как Ян Чин Фу, он надулся и нехорошо и сидел. Да? А дальше уже вопрос трансформации. Тут два реальных показателя. Две категории, такие как Чин Фу и такие как Ян Чин Фу. Просто надо анализировать, да? Смотрите, что он так, а что он так делает. Вот так вот.